Что за черт? Смотрите, видите это? Часть Солнца оторвалась и теперь кружится над поверхностью звезды, образуя гигантский вихрь. Что там происходит? Признаем честно, мы все еще очень мало знаем о Солнце, несмотря на то, насколько эта звезда важна для нашего благополучия. Но в случае с оторвавшимся куском Солнца, ученые, вероятно, могут объяснить, что произошло. Часть плазмы звезды, скорее всего, изверглась с поверхности Солнца и отделилась, создав нечто, напоминающее коронный вихрь над северным полюсом Солнца. Однако это всего лишь теория. Астрономам нужно провести дальнейший анализ, чтобы понять, действительно ли это так. На данный момент они немного озадачены, поскольку это явление не похоже ни на то, что они видели раньше. Но кадры, которые у нас есть, безусловно впечатляющие. Еще более тревожным является то, что поведение нашей звезды сейчас меняется. Солнце наращивает свою активность. Оно становится все более беспокойным, с вспышками и солнечными пятнами. В этом году оно вспыхивало каждый день. Также в январе 2023 года было зафиксировано несколько вспышек классов Х и М. Эти вспышки являются самыми крупными и вторыми по величине извержениями, которые может производить наша звезда. Хотя это звучит тревожно, не волнуйтесь. У Солнца есть определенные циклы активности, которые повторяются примерно каждые 11 лет. Некоторые из них относительно спокойные, а другие — абсолютно дикие. Эти циклы происходят одновременно с колебаниями магнитного поля Солнца. Когда оно становится самым слабым на полюсах звезды, они меняются местами. Это приводит к изменению полярности магнитного поля. Именно в этот период времени Солнце наиболее активно. Это называется солнечным максимумом. Сейчас мы находимся близко к этому солнечному максимуму. Ученые могут определить это, анализируя необычную солнечную активность. Но поскольку Солнце все еще остается для нас загадкой, никто не может точно сказать, когда произойдет смена полярности. Примерная оценка. Июль 2025 года. В то же время нельзя сказать, что текущая ситуация с Солнцем нормальна. Действительно, каждый солнечный цикл отличается от других. Некоторые слабее, некоторые мощнее. Этот цикл, начавшийся в декабре 2019 года, уже значительно превзошел все ожидания ученых и продолжает это делать. Это возвращает нас к вихрю, наблюдавшемуся 2 февраля 2023 года, который так впечатлил астрономов. Он начался как солнечный протуберанец. Это яркая плазменная нить, выступающая с поверхности Солнца. И скажу я вам, солнечные протуберанцы — абсолютно обычные явления. Как и в случае с последним, они часто возникают на больших высотах вокруг короны Солнца, которая является самым внешним слоем атмосферы звезды, также известной как корона. В любом случае, такие протуберанцы, как тот, о котором идет речь, называют гедропротуберанцами, потому что они выглядят как изгородь. Но то, что удивило астрономов, произошло чуть позже. Материал нити, по-видимому, оторвался и начал кружиться вокруг полюса на широте 60 градусов со скоростью около 60 метров в секунду, и это длилось около 8 часов. Один ученый, наблюдавший за солнечными циклами десятилетиями, утверждает, что никогда не видел подобных вихрей. К сожалению, солнечные полюса очень трудно наблюдать, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем мы получим ответы. В 2021 году космический аппарат впервые коснулся поверхности Солнца. Это был зонд NASA Parker Solar Probe, который пролетел через верхнюю атмосферу нашей звезды. Он также собрал образцы частиц и исследовал магнитные поля там. Это было настоящим прорывом и огромным шагом для солнечной науки. Получение материалов, из чего состоит Солнце, позволит исследователям раскрыть важную информацию о нашей звезде и ее влиянии на нас и всю Солнечную систему. Зонд Parker Solar Probe приблизился к поверхности Солнца и начал делать открытия, которые другие космические аппараты не могли увидеть из-за своей удаленности. Например, зонд исследовал солнечный ветер изнутри. Это поток частиц, исходящих от Солнца. Эти частицы могут влиять на нас здесь, на Земле. Еще до того, как зонд максимально приблизился к звезде, он обнаружил, что рядом с Солнцем в солнечном ветре есть множество магнитных зигзагообразных структур, называемых свитчбэками. Но тогда ученые не могли понять, как они формируются и где появляются. Теперь, более чем два года спустя, мы точно знаем, что свитчбэки возникают на солнечной поверхности. Как известно, у Солнца нет твердой поверхности, в отличие от нашей планеты. Но у него есть перегретая атмосфера, состоящая из солнечного материала, удерживаемого магнитными силами и гравитацией. Когда давление и нарастающее тепло выталкивают этот материал от звезды, он в конечном итоге достигает точки, где магнитное поле и гравитация Солнца больше не могут его удерживать. Эта точка имеет свое название – Альфвеновская критическая поверхность. Она обозначает границу солнечной атмосферы, и именно там начинается солнечный ветер. Материал, который проходит через эту границу, превращается в солнечный ветер. Он уносит магнитное поле Солнца к Земле и дальше. Но самое важное – за этой границей ветер движется так быстро, что его волны не могут вернуться к Солнцу, что буквально означает разрыв всех связей со звездой. Во время своего пролета зонд Паркер несколько раз входил и выходил из короны Солнца, что доказало, что Альфвеновская критическая поверхность не имеет формы гладкой сферы. У нее есть впадиные пики, а ее поверхность как бы смошенная. В какой-то момент зонд даже столкнулся с псевдостримером. Это массивные структуры в короне Солнца, которые поднимаются высоко над поверхностью звезды. Их можно увидеть с Земли во время солнечных затмений. И знаете что? Для зонда Паркер прохождение через псевдостример было похоже на полет в глаз бури. Внутри все было гораздо тише. Частицы двигались медленнее, и свитчбеков было меньше. Это было огромным контрастом по сравнению с потоком частиц, с которыми зонд столкнулся в солнечном ветре. Теперь о солнечных вспышках. Они довольно опасны для Земли. Излучаемая имя радиация может мешать радиосвязи. Такие бури влияют на все электронные системы, от интернета до энергосетей, и могут даже уничтожать спутники. Большинство солнечных вспышек длятся минуты, но некоторые продолжаются часами. Ученые классифицируют солнечные вспышки в зависимости от того, как ярко они светят в рентгеновском диапазоне. Самые слабые вспышки вы вряд ли заметите без специального оборудования. Средние вспышки приводят к кратковременным радиопомехам на полюсах, но ничего серьезного. Вспышки класса Х вот о чем стоит беспокоиться. Они вызывают самые сильные и продолжительные солнечные бури. Сверхсильная солнечная буря, направленная на Землю, не произойдет мгновенно. Сначала будет высокоэнергетический солнечный свет, в основном ультрафиолетовые и рентгеновские лучи. Они ионизируют верхнюю атмосферу нашей планеты и нарушат радиосвязь. Затем на Землю обрушится радиационная буря. И, наконец, колоссальное облако заряженных солнечных частиц достигнет нашей атмосферы. Эти частицы будут взаимодействовать с магнитным полем планеты и вызовут хаос по всему миру. Если бы сейчас произошла мощная солнечная буря, она началась бы с нарушения работы GPS и вывода из строя спутников. Если бы в этот момент астронавты находились в открытом космосе, у них было бы всего несколько минут после первой вспышки света, чтобы найти укрытие. Их космический корабль, скорее всего, был бы достаточно защищен и безопасен. Главной задачей было бы вовремя попасть внутрь. После этого буря начала бы мешать спутниковой связи. Поэтому многие ваши повседневные действия, от звонков друзьям до оплаты кредитной картой, оказались бы под угрозой. Но одним из худших последствий было бы воздействие на энергосети. Скачки напряжения, вызванные частицами, приходящими от Солнца, повредили бы гигантские трансформаторы. Мощная солнечная буря могла бы обойтись человечеству в 1-2 триллиона долларов. К счастью, если бы такая мощная солнечная буря направилась к нам, мы, скорее всего, получили бы какое-то предупреждение. Современное оборудование по всему миру и в космосе не прекращает наблюдать за Солнцем ни на секунду. Это дало бы нам время подготовиться, от нескольких часов до пары дней. И если бы трансформаторы были вовремя отключены, последствия не были бы такими драматичными. На этом все на сегодня. Если вы удовлетворили свое любопытство, поставьте лайк видео и поделитесь им с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok